Доброго времени суток всем зрителям канала Девайс! В этом видео я расскажу вам о лучших мониторах стоимостью 10-15 тысяч рублей. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются приличным спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда в описании я оставил ссылки на все мониторы, представленные в моем рейтинге, перейдя по этим ссылкам вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Там же я оставил и промокод с приятной скидкой. Готовы? Вперед! Свой топ я хочу начать с модели Samsung CF39, которая получила экран VA с подсветкой LED, диагональю 23,5 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон здесь составляет 16 к 9, а без подсветки монитор весит 2,8 кг. Стоит отметить, что дисплей может похвастаться радиусом изогнутости 1800R. А еще у него матовое покрытие, также здесь реализована поддержка технологии защиты зрения Flicker Free. Что же касается углов обзора, то они равны 178 градусам. Доступны следующие разъемы – HDMI, VGA и выход на наушники. Эта модель комплектуется внешним блоком питания, а ее максимальная потребляемая мощность составляет 25 Вт. Помимо всего прочего, не могу не упомянуть о поддержке следующих технологий – Samsung Magic Braid, Samsung Magic Upscale и AMD FreeSync, которая снижает задержку ввода и обеспечивает более плавную картинку. А для геймеров предусмотрен специальный игровой режим, который постоянно оптимизирует цвета и контрастность во время игрового процесса. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество изображения, разумную стоимость, изогнутый экран, симпатичный внешний вид и отличное соотношение цены и качества в целом. При этом некоторые владельцы не слишком довольны подставкой. В остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите разбираться в компьютерах и быть в курсе различных технических новинок, тогда подписывайтесь на канал Девайс и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео. Далее в моем рейтинге идет модель DIGMA DM MONB2401, которая получила экран с матрицей VA. Диагональю 23,8 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 75 Гц. Соотношение сторон у этого монитора 16 к 9, а его вес без подставки составляет 2,3 кг. Он также может похвастаться поддержкой технологии AMD FreeSync, которая устраняет поддергивание и искажение изображения, что обеспечивает более комфортный игровой процесс и матовым покрытием. Что же касается интерфейсов, то здесь доступны входы DisplayPort, HDMI, VGA и выход на наушники. Данная модель имеет время отклика 9 миллисекунд и комплектуется внешним блоком питания. Ее максимальная потребляемая мощность составляет 18 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, отсутствие явных засветов, хорошее качество картинки, разумную стоимость, частоту обновления и отличное соотношение цены и качества в целом. При этом иногда все же встречаются отзывы, где владельцы не слишком довольны цветопередачей, в остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. А что вы думаете об этом мониторе? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий монитор, о котором я хочу вам рассказать, носит название Xiaomi Mi Desktop Monitor 1C. Он получил IPS-экран с подсветкой матрицы LED диагональю 23,8 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и матовым покрытием. Соотношение сторон у этой модели 16 к 9, а ее вес составляет 2,7 кг с подставкой. Также производитель реализовал поддержку технологии защиты зрения, что немаловажно, поскольку она включает в себя снижение интенсивности вредного для глаз синего света. Что же касается углов обзора, то здесь они составляют 178 градусов, а время отклика равняется 6 миллисекунд. Среди доступных интерфейсов я хочу отметить HDMI и VGA. Конструкция монитора отличается трехсторонним безрамочным дизайном и тонким корпусом, толщина которого составляет всего 7,3 миллиметра. Он также комплектуется внешним блоком питания, а его максимальная потребляемая мощность составляет 24 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество изображения, привлекательную стоимость, тонкий корпус, симпатичный внешний вид, отсутствие явных засветов и отличное соотношение цены и качества в целом. При этом в минусы владельцы иногда записывают хлипковатую подставку, в остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Вы уже подписаны на нас в Телеграме, там мы публикуем интересные обзоры, разные сравнения и эксклюзивный контент только для подписчиков. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. На очереди модель AOC24V2Q, которая получила IPS-дисплей с подсветкой WLED диагональю 23,8 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц и матовым покрытием. Этот монитор имеет соотношение сторон 16 к 9, а его вес без подставки составляет 3,15 кг. Здесь реализованы две технологии защиты зрения, а именно Low Blue Light и Flicker Free. Время отклика составляет 5 мс, а углы обзора равняются 178 градусам. Также производитель реализовал поддержку технологии динамического обновления экрана AMD FreeSync, которая устраняет задержки и разрывы изображения в динамичных сценах. Что же касается разъемов, то доступны DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и выход на наушники. А одной из основных особенностей конструкции является трехсторонний безрамочный дизайн. Монитор комплектуется внешним блоком питания, а его максимальная потребляемая мощность составляет 18 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество картинки, симпатичный дизайн, тонкие рамки, относительно невысокую стоимость и отличное соотношение цены и качества в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляни в описание, где я оставил ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Samsung T35F, которая может похвастаться IPS-экраном с подсветкой матрицы WLED диагональю 23,8 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц и матовым покрытием. Этот монитор имеет соотношение сторон 16 к 9, а его вес без подставки составляет 2,4 кг. Здесь реализованы две технологии защиты глаз, а именно Low Blue Light и Flicker Free, которые снижают интенсивность излучения синего света и частоту мерцания соответственно. Время отклика составляет 5 мс, а углы обзора равняются 178 градусам. Конечно же, не могу не упомянуть о поддержке технологии AMD FreeSync, которая устраняет задержки и разрывы изображения в динамичных сценах. А среди разъемов доступны только VGA и HDMI 1.4. В своих отзывах пользователи обычно отмечают яркое и четкое изображение. Простоту в настройке, симпатичный дизайн, разумную стоимость и высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Предпоследний монитор, о котором я хочу вам рассказать, называется Philips 273 V7 QDSB. Эта модель может похвастаться IPS-экраном с подсветкой матрицы WLED диагональю 27 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и матовым покрытием. Соотношение сторон у этого монитора 16 к 9, а без подставки его вес составляет 4 килограмма. Для защиты зрения здесь реализована поддержка технологии Low Blue Light и Flicker Free. Время отклика составляет 4 миллисекунды, а углы обзора равняются 178 градусам. Доступны следующие разъемы. HDMI, VGA, DVI-D и выход на наушники. Особенность конструкции также подразумевает трехсторонний безрамочный дизайн. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую цветопередачу и качество изображения, симпатичный внешний вид, приемлемую стоимость, узкие рамки и хорошее соотношение цены и качества в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. А завершает мой ТОП-7 лучших мониторов стоимостью до 10-15 тысяч рублей модель Asus VA24EHE, которая обзавелась экраном IPS с подсветкой матрицы LED, диагональю 23,8 дюймов, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц и матовым покрытием. Также производитель предусмотрел поддержку технологии защиты зрения, время отклика составляет 4 миллисекунды, а углы обзора равняются 178 градусам. Еще я хочу обязательно упомянуть о поддержке технологии Adaptive Sync, которая способствует уравниванию частоты обновления дисплея с частотой кадров, выдаваемой видеокартой компьютера, обеспечивая более плавное изображение. Доступны следующие разъемы HDMI, VGA и DVID. В своих отзывах пользователи обычно отмечают приемлемую стоимость, отсутствие мерцания, хорошее качество картинки, приличные углы обзора и высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Большое спасибо за внимание! Напоминаю, что ссылки на все мониторы, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании, там же я оставил и промокод с приятной скидкой. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки, пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше всего. А чтобы не пропускать выход моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!